Наказание рублем добавлено в кодекс административных правонарушений в качестве альтернативы. До сих пор за столь серьезное нарушение правил дорожного движения водители однозначно по суду лишали прав на срок до полугода. Профессионалы, к примеру, таксисты, выбирают штраф. Очень много внимания отнимает сама дорога, а потом уже на обстановку смотришь на дороге. То есть и выезд зачастую на встречку может быть даже, ну просто так, не запланирован, неумышленный. Конечно, порой для многих это будет более правильно, но я бы сказал, то есть полегче. Для кого-то машина, это очень важно. Автолюбители со стажем полагают, что выезд на встречку должен караться исключительно лишением прав, а возможность уплаты штрафа только развратит нерадивых участников дорожного движения. Человек не в трезвом состоянии или как бы человек, которому, ему без разницы, он отдал пять тысяч и поехал, а то, что там люди погибли, ему как бы без разницы. Поэтому жизнь человека у нас в России не должна оцениваться пять тысяч рублей, я так считаю. Поэтому я за то, чтобы лишать прав людей. Впрочем, лишение прав в качестве меры административного наказания все же остается, уточняют сотрудники ГИБДД. В этом случае у нас граждане будут приглашаться на рассмотрение материала в ГИБДД города Черебовца, и затем уже здесь будет на месте принято решение одним из наших руководителей. Либо же направлен материал в суд, либо будут вынесены решения. Это будет зависеть от характеризующих данных гражданина, который совершил правонарушение. За повторное или тем более неоднократное подобное нарушение водителя лишат прав сроком на год. Еще одно нововведение в КААП 2013 года касается полиса ОСАГО. Если полис не безлимитный, а водитель в него не вписан, то его ждет не штраф в 300 рублей, как ранее, а снятие номеров с машины. Затем будут сутки для устранения нарушения, по истечении которых могут лишить прав уже за езду без номеров. Владимир Швецов, Алексей Игнатьев, Олег Тюкаркин. Информа агентства Череповец. Субтитры создавал DimaTorzok